Даже летом студентке Али Маковеева не до отдыха. В дни каникул девушка учит профессиональную футбольную лексику, причем на японском, ведь на днях ей предстоит быть переводчиком спортсмена из страны восходящего солнца. Недавно у Аллы была возможность попрактиковаться в знании языка. Участников молодежного форума принимали в Токио. Это была просто моя мечта, потому что уча 4 года японский язык, изучая культуру, и просто все-все об этой стране, встретить наконец с живым японцем, с которым мы нашли какой-то общий язык, общие темы, стали настоящими друзьями. Было очень грустно расставаться. На 10-дневном форуме студенты из двух стран обсудили отношения в Тихоокеанском регионе и роль молодежи в политике. В перерывах между дебатами девушка успела осмотреть императорские дворцы и местные святыни, но самые яркие впечатления остались после прогулок по японской столице. Все таксисты в Японии обязательно носят костюмы. То есть это брюки, белая рубашка или иногда пиджак, если можно и без пиджака, обязательно фуражки. Еще там не принято чаевые. Мы об этом не знали, оставили чаевые в кафе, и за нами официантка бежала, вот когда мы вышли на улицу, просто чтобы их вернуть. Японский веер в руках Аллы не только спасает от летнего зноя, но и напоминает о путешествии в страну восходящего солнца. Студентка привезла частицу Востока своим друзьям. Футболки, памятные статуэтки и, конечно, кимоно для каждого члена семьи. Чтобы надеть японское кимоно, для начала нужно вспомнить русский язык, ведь оно завязывается буквой У справа налево. Летнее кимоно-юката – лучшая альтернатива домашнему платью, особенно в такое жаркое лето. Иностранные друзья желали Али вернуться и поступить в университет в Токио, поэтому они подарили гостям закладку с магической одноглазой куклой Дарумой, осуществляющей мечты. Когда желание сбудется, ей нужно дорисовать глаз. Видимо, они как-то не до конца сформулировали свое желание. Нужно было здесь подписать ни хонго, как бы, то есть обучение именно в Японии. То закладка, обладая своей силой, сработала несколько по-другому. И поехала я учиться, поеду я учиться не в Японию, а в Америку. Уже по-другому гранты. Вот я как только улечу, я вот закрашу здесь второй глазик, скажу спасибо этой волшебной кукле. Алла стала первой среди двух тысяч конкурсантов. И теперь девушка будет изучать методику преподавания иностранных языков в университете США. А после возвращения она планирует вновь сесть за учебники. После японского и английского на очереди испанский язык. Мария Лежнева, Александр Бредихин, Вести Рязань.